Ну что, друзья, переподключились команды. Алоха Дэнс у нас в Инвизе уже отправляется на мидлейн. Команды разобрали своих героев. И давайте непосредственно перейдем к матчу. И начнем с того, что определимся, кто на ком все-таки играет. Баунти Хантер забирает себе... Баунти Хантер, точнее, себе забирает у нас Алоха Дэнс. Резолюшн у нас на Лишраке будет стоять мидлейн. Йоку будет играть на Кентаври в сложной линии. Сайлент на Рейскинге. Очевидно, будет фармить легкий лайн. Ну и, разумеется, хилпа будет здесь еще и от Always One a Fly на Бейн. Стороны команды Фрэнкерсен Си Кэптон. Нэмфи, мидлейн... Ой, Алоха Дэнс. Хитрюга какой. Тут, конечно, Нэмфи не прошляпил этот момент. Это было понятно, что где-то рядом Баунти Хантер топает. Иначе зачем было его брать? И на линии он, естественно, не появляется. Его... Так, у нас зацепили буги. Резолюшн цепляет у нас буги. И на 17-й секунде матча у нас уже ФБ в пользу команды Эмпайр. Резолюшн очень удачно у нас загнал Шейкера. Там такая же была борьба за руной. Ну и здесь Нэмфи сейчас может еще огрести. Нэмфи у нас ловит станут Резолюшна. Ну и подстопить, конечно, нечем. Но с руки пилить-то будут. Здесь есть Орпов Вином. Еще один удар. И Нэмфи отправляется в таверну. 2-0. 38 секунд понадобилось Эмпайр, чтобы уже сделать 2 кила. И причем оба кила забирает мидер команды Эмпайр. Капитан Эмпайр Резолюшн имеет счет 2-0. И то, что он не стоял на лайне первые 50 секунд, то, что он не фармил крипов, я думаю, что, согласитесь, не так важно. Ну и начало более чем многообещающее. 2-0 становится счет. Эмпайр повели. По графикам, естественно. Империя вырвется вперед. Тут это вообще не обсуждается. И Баунти Хантер отсюда не уходит. Алоха Дэнс облюбовал у нас центральную линию. Я так понимаю, в скором времени еще и Курьеру достанется. Алоха Дэнс ждет. Ну и Буги провожает, не провожает, непонятно. Кстати, Сыр у нас еще от Олвейсона Флайя отхватил на нижнем лайне. Куро отправили назад. Ну и Трикси хоть как-то пытается себя засейвить. Серш на себя и убежал отсюда. Ну и Алоха Дэнс по-прежнему у нас рядом с Нэмфитуси. За вардили игроки команды Эмпайр. При том, что вардить должны были Франкерсенс и Кэптон. Ну и Эмпайр предугадали этот шаг. Пока что варды, я так смотрю, не направляются. Да, у нас и даже попытки такой нет. Ну, Курьер у нас что в себе имеет? Ничего. Курьер у нас пустой. Курьер у нас варды не несет. И кто-то лично принести варды и поставить тоже здесь, я вижу, не спешит. Алоха Дэнс вроде бы ничего, собственно, и не делает. В киллах толком и не участвовал. Но главный экшен вращает как раз у нас вокруг роумящего героя. Алоха Дэнс отсюда не уходит. Экспу получает. У него проблем вообще никаких. Ну и Резолюшн уже третьего левела. У него уже есть Боттл. У него 600 голды на руках. Ну и стоять линию будет более чем комфортно. Буги принес вард. И скорее всего будут разбивать. У нас Сентрик на мидлейне. Ну или кто будет разбивать, сейчас узнаем. Резолюшн в любом случае надо быть немного поближе к этой ситуации. Потому что рейндж просто необходим. Ну что, Буги у нас цепляет Алоха Дэнса. Ну и вард тут не поставить. Потому что это просто в никуда его отправить. Ясен пень, что здесь эту область палит у нас Тауэр. Ну и просто эпика вообще. Два варда одновременно рассыпаются. Поставили и закончили с вардами. Ну, тут правда не без потерь для команды Эмпайр. В это время у нас на топ-лейне забирают Йоку. 370 голды. Получили Форэнкерсенс и Кэптон. У нас за оффлейнера Эмпайр. Ну, экшен на мидлейне тем не менее продолжается. Два на два стоят у нас игроки. Буги пришлось перетягиваться на мидлейн. Соответственно, будет проседание и по экспей, и по голде. Ну и внизу Эмпайр в это время разваливает у нас Дарксира. Трикси отправляется в таверну. Счет становится 3-0. Ну и на топе опять экшен. Да что ж такое-то? Просто нон-стоп по всей карте. 3-2 счет. 4 минуты. Еще не сыграно. У нас уже 5 фрагов. А то у нас еще курьеры не умирали. А мне кажется, к этому двигалось все, если бы команда Фрэнкерсенс и Кэптон не обезопасила своего курьера. Ну что, 4 минуты практически сыграно. Графики уже у нас достаточно кардиограммные. То вверх, то вниз шатает команды. Ну, понятное дело, 5 фрагов. Ну и более чем интересно у нас шоу-тайм начинается. У Резолюшена уже на данный момент так и курьер Дайер. Ну, не дожил он никак. Никаким вообще образом. Кура у нас Дайеровская отправляется в никуда, собственно. И виноват в этом, конечно же, Алуха Дэнс. Ну, для своей тимы безусловный плюс. Команда Фрэнкерсенс и Кэптон тактически здесь явно. Ошиблась. Расстановка лайнов не так провальна, конечно, у Фрэнкерсенс и Кэптон. Вроде бы и стоят неплохо. И фарм какой-никакой все-таки есть. Но по каким-то вопросам микромоментам. Тот же Курьер. Тот же Харас Мидлейна. Вся эта история команды Фрэнкерсенс и Кэптон недоработана. Либо Эмпайр очень плотно запотели. Хотя видно, что очень плотно они запотели. 5 минут сыграно. 2,5 Эмпайр по голде и по экспириенсу более 1000. Тоже в пользу команды Империи. Ну и давайте посмотрим по фарму. Вроде как подуспокоились команды. Буги запилил у нас Фиссуру в лицо Лешраку. Резолюшин отвечает. На обратной реакции все это по Неймфе вливается. Ну и Сайлент на лоу ХП. Сайлент тут конечно же терпит от Дарксира. Не напрямую, но косвенно за счет Айншела. Разумеется по ХП проседает. У нас поймали Йоку. Уже на подсейф. Прилетает Резолюшин, а то плейд. Ну и Валикс без маны. В принципе все что надо было вкастовать вкастовал. Ну и догонять там от Умбомена Резолюшин в любом случае пытается. Но Йоку далеко не отходил. Просто через Хилинг Селф похилился и остается здесь. Резолюшин быстро среагировал на ситуацию. Видно, что ребята сконцентрированы достаточно плотно. Ну и правда теперь пешком придется идти на собственный лайм. Ну и давайте... Нет, не будем мы я думаю с вами фарм обсуждать. Да фарма далековато. Тут команда Эмпайр и Форэнкер Сенси Кептен вообще не останавливается. Экшн постоянный. Резолюшин двоих поймал у нас Сири Сплит Иос. Ловят резолюшином от Умбомена на лоу ХП. Ну и Матумба Мен убивает у нас в итоге Лишрака. Это Килинг Спри уже для фармера команды Форэнкер Сенси Кептен. Нэмфи на лоу ХП. Валикс его сейвит. Ну и Нэмфи отсюда скорее всего уйдет. Нет, никуда он не уйдет. Always Wanna Fly заходит у нас в спину. Разрезали там еще и Нэмфи. Пока что 2 в 1 файт в пользу команды Эмпайр. Валикс наступит Always Wanna Fly. Трикси через Айн Шелл. Вот Флайу тут вообще неприятно будет. Алоха Дэнс дальше за Трикси. Алоха Дэнс тоже у нас не так уж и много ХП имеет, чтобы таким вот образом быковать. Есть фессура у нас у Буги. Буги цепляет Йоку. Закрывает Флайя. Флай отправляется в таверн. В итоге Резолюшн возвращается в файт. И еще одним киллом продолжает эту драку. Ну и Баунти Хантер у нас от ВРки разваливается. Да остановитесь. 6-5 Йоку на лоу ХП. Нэмфи не видит Йоку. Не успевает догнать его. Резолюшн цепляет у нас Нэмфи. Подстопил. Сплит-еос. Начинает гореть Резолюшн. Ну и гореть в прямом смысле слова. Потому что Резолюшн в итоге не отпускает эта драка. Просто 550 в 551. Тут счет был, если не ошибаюсь, 3-2. Сейчас счет 6-6. Получается 3 в 4. Файт. Естественно, он не в пользу команды Эмпайр. Графики должны поползти вниз. Но экшен был плотненький. Это как минимум. Алоха Дэнс не может себе найти место. То Мид Лейн для него. Но приоритетный теперь отправляется еще и на топ. Где в это время Йоку. Йоку сам двигается у нас на Мид Лейн. У Йоку нет еще 6-го левела. Только-только взял 5-й. Ну и по левелам вообще 6-й у нас у Лешрака. У Сайлента у нас 7-й уже. Трикси ловит у нас Тан от Сайлента. Ну и через Айн Шелл. Трикси, кстати, еще и Мансить будет, чтобы Сайлента здесь подрасковырять. У Сайлента теперь есть Реинкарнэйшн. В принципе, ману тратить ему не приходится. Да и по мане, в общем-то, не такая уж проблема для Рейс Кинга. Мы все прекрасно знаем, что сам по себе герой Рейс Кинг тупой-тупой просто. Ну, кое-как где-то здесь обезопасил себя. Сайлент приобрел себе Роб оф Зе Мэджи. Есть Чин Мэйл. Скорее всего, будет выход в Блейд Мэйл для Рейс Кинга. Ну и какая-никакая мана за счет Роб оф Зе Мэджи все-таки в Рейс Кингу капает. Ну и таким вот образом один стан не избавит Рейс Кинга у нас от нелепой смерти, когда тупо нет маны на Реинкарнэйшн. Резолюшн на Мидлейне у него уже есть. Аркан Буцы у него уже есть. Но у Талисман Ботвел есть по мелочи там порталы, Мэджик Вонт. Ну и по фарму, по-моему, Резолюшн в топе. Так и есть. 3 800 общий на Этворс Резолюшн. И Сайлент на первом месте. 4 200 для него и 3 200 для Матумба Мэна. Слардар вроде убивал-убивал, но увидим, что по голде 1 тысячу уступает Кири команды Эмпайр. Разрезали на Эмпфи пополам. Алоха Дэнс здесь. Резолюшн здесь. И Йоку тоже здесь. У Йоку до сих пор нет 6-го левела. Элементарного Стампида, конечно, здесь не хватает. Если бы у команды Эмпайр не было бы таких проблем на Харде, которые были у Йоку, то уже сейчас, конечно, можно было бы вырезать Фрэнк Синси Кэптен достаточно быстро. Алоха Дэнс. Ловит у нас Валикса. Флайвит. В Найтмер отправляет Валикса. Но Валикс отсюда не уйдет. 8-6 становится счет. Мидлейн просто массивно и нагло забирается команда Эмпайр. Прилетает на Мидлейн Немфи, но на первый Тауэр, конечно же, он не рискнет. Врываться у нас Сайлент на Ло ХП. Опять по Дайан Шеллами. Стоял Грелса. И ясен пень, что ХП дополнительного Рейскингу, собственно, и брать неоткуда. Надо стоять, бить крипов мечом и за счет Вампирика хоть как-то отхиливаться. Вряд ли тут, да, Курьер сейчас позволительно вообще Сайленту носить те же Хилинг Селф или просто тратить те же деньги на пополнение собственного ХП. Нет, команда Эмпайр этого не делает. Рейскинг на всякий случай, если что, отхилился Реинкарнейшеном. Других вариантов Сайленту не предоставляют, да, они ему и нафиг не нужны. Ну, уже есть Блэйд Мейл у керри команды Эмпайр. По Нетворцу по-прежнему в топе у нас Резолюшн и Сайлент. Правда, Резолюшн выходит вперед и обгоняет своего же тиммейта. У Резолюшна уже есть Солринг, есть Аркан Буцит, 1000 голды на руках. Ну, совсем чуть-чуть, 2000 осталось Резолюшну до появления Бладстоуна. Вот эта мейнстримовая тема с Лешраком, который у нас то керри, то на мидлейне, но, в принципе, точно такой же керри, просто с мидлейна. Она приносит свои плоды, это факт. И игнорировать самого лейтового Лешрака, я думаю, смысла никакого. Тут в позу становиться и не играть вот таким вот мейнстримовым героем, только потому что он мейнстрим. Разумеется, никто не будет на кону. Стоят деньги, победа есть победа. Кем выиграли? Популярным героем, непопулярным? Кто вообще вспомнит все это? Поэтому, конечно же, если дают Лешрака, почему бы не брать? С Лешраком у меня есть подозрение, что тоже. Валлы должны, в принципе, разобраться, потому как очень неприятный герой. И тот же Lightning Storm, мне кажется, нерфить надо 100% или делать больше на него затраты маны, либо делать больше на него кд, потому как, естественно... Ой, Алоха Дэнс обменялся любезностями у нас со Слардаром. Только у Слардара спринт есть. Алоха Дэнс тут даже под треком на селедке вряд ли бы свалил. Ловит Сунафлай, ловит у нас Найтмэр Матумба Мэна, и в это время Валикс просто забирает Баунти Хантера. Элементарно. Через Сплинтер Бласт от Винтерн Виверн полетели у нас осколки, развалился на куски Баунти Хантер. Ну, здесь понятно, что играл с огнем у нас Баунти Хантер. Никто просто так прощать бы у нас Баунти не стал. Естественно, были попытки от Селедки, были попытки от Валикса, но у Валикса это все проще. Это одна кнопка, один клик и отправляйся в таверну. Ну, по голде, Эмпайр, как выигрывали 2000, так и выигрывают. По экспириенсу чуть менее двух тоже в пользу команды Империи. Ну что, игра подуспокоилась слегка, команды отошли к своим товарам, я так понимаю. Фарм у нас будет продолжаться какое-то время, нет базовых необходимых артефактов у команды Франкер Сенси Кэптен. Да, Матумба Мэну недалеко у нас до Даггера. В принципе, сейчас уже будет этот артефакт. С этого момента какой-никакой экшен, но навязывать якоря должны. Здесь уже есть Стампид. Собственно, Йоку у нас и без Даггера достаточно мобилен. Вот, поэтому для Кентавра и всей команды, в которой Кентавр есть, не проблема врываться в самый центр размещения и расположения команды и изнутри организовать экшен. Ну что, Алоха Дэнс подсветил у нас буги. Буги под треком, видят Валикса, видят Нэмфи, игроки команды Импайр и... И Тауэр уже на лоу ХП. Тут Сайленту либо рисковать, либо не рисковать. Сайлент подходит вплотную к Тауэру, начинает его пилить. Ну и посмотрим, будет ли Валикс пытаться хотя бы зацепить Сайлента. Пока что ТПшек сюда никаких. Глиф провязала команда Фрэнкерс НС Кэптэн. Видят Валикса, Валикса могут разобрать. Стан полетел у нас Валикса. Валикс без маны, в принципе. На лоу ХП Лосона Флай ловит у нас фиссуру и просто прошивает у нас ВР-ка беднягу Бэйна. Ну и Сайлент. Стан пошел по Трикси. Матумба Мэн уже бежит у нас за Сайлентом. Сайлент рубает Блэйд Мэйл. Вол оф реплика стоит у нас от команды Фрэнкерс НС Кэптэн. Сайлент на лоу ХП развалился бедняжечка Слардар. Дальше за Буги. Есть трек на Буги. Не достает в итоге с Лайтнинг Стормом. Здесь Лишрак не смогли подстопить. Но, тем не менее, команда Эмпайр забирает трех героев в этом замесе. Они получают 1900 по галде, 1700 по экспириенсу. Ну, файт, безусловно, в пользу российского коллектива. Ну и, конечно же, упал Тавр. Это не так важно, конечно, кто там... Ну, безусловно, это важно. Забрали вы Тавр или команда соперника за Денайла. Это, безусловно, важно. Но, с другой стороны, упавший Тавр лучше, чем Тавр, который до сих пор стоит. Деньги команде Эмпайр капнули. По графикам это видно. По галде 7000. По экспириенсу более 3000 для команды Империи. Ну и можно двигаться. Можно дальше продолжать экшен. И... 15 минут у нас уже сыграно. У Йоку вот-вот уже появляется Даггер. 100 голды всего лишь остается. Как там Лишрак? Уже с Бладстоуном Резолюшн. Так, Резолюшн у нас на мидлейне. Начинает сжечь просто всех. Резолюшн Азафи Суру вытягивает Дарксир. Плевать абсолютно на Резолюшн. Но побежал дальше. Пульс снова есть. Скорее всего, и Трикси у нас отправляется в Таверну. Уже минус 2 делает команда Эмпайр. Резолюшн забирает двоих в этом файте. И у него Unstoppable Streak. Еще и для Йоку появляется Блинк Даггер. Но Якоря здесь свою игру нащупать не могут. Еще один замес. Еще полторы тысячи для команды Эмпайр. И потихоньку, понемножку. Но команда Эмпайр свое преимущество делает таким, которое просто-напросто не отыгрывается. Если ты, конечно, не сливаешься. Бейн забирает у нас еще и Шейкера. 14-8. Становится счет. Под 16 минут горит второй Тавер по миду. У команды Фрэнкэс и Си Кэптэн. Тут финал Винроф. Знаете ли, боюсь я как бы не в одну калитку был у нас. По счету, конечно, ситуация не показательная. Но вот по графикам посмотрите. 9000 Эмпайр по золоту. По экспириенсу 7000 тоже в пользу команды Эмпайр. Ну и Алоха Дэнс на мидлей. Никуда отсюда не отходит. Одного подсветил, второго, третьего. В общем-то, у Алоха такая работа. Ну, кстати, по статистике. Если интересные данные поднять, у нас команда Фрэнкэс и Си Кэптэн с пикнутой в Виверной имеет 100% винрейт. И имела до этого момента имела 100% винрейт. Два раза они забирали. Этого героя два раза выигрывали. Ну, по цифрам, конечно, не показательно. Два раза это такое себе значение. Третий раз действительно может быть переломным для данного героя. Да, Виверна, безусловно, у нас сильна просто как тысяча чертей, но с ней тоже можно бороться. И посмотрите, сейчас на данный момент 17 минут сыграно. У нас бедняга Валикс вообще без артефактов. У него есть Бутсов Спид, на этом все, для него шоппинг закончился. Слардар в составе команды Фрэнкэс и Си Кэптэн уже с Даггером, ПТшкой, Батлой и Сталшилдом. Немного денег у Матумба Мэна налички, но это так. Ни на что вообще. У Шейкера Даггером, естественно, не пахнет. У Буги денег нет на элементарные вещи. Он только-только собрал себе Аркан Бутсы. 150 копеек остается. А кто у нас вардит, кстати? У Якорейта. Так, Резолюшена поймали. У Резолюшена 9.2 стрик. Ему здесь ни в коем случае нельзя умирать, и он просто стоит под волов реплика. Резолюшен сжигает собственную иллюзию, и надо отсюда уходить. Подсейвили его Матумба Мэна. Стопит Резолюшен и подамплифай дэмэджа Матумба Мэн. Еще и Айон Шелл на нем. И Слардар забирает 1127 за Резолюшеном. Подарил Резолюшен сам себя у нас Матумба Мэну сразу же. На топлейн перетягивается Йоку, Алоха Дэн здесь. И Always Wanna Fly пошел на перерез. Должен ловить Валикса. Есть Найтмэр. Ну и не успевает просто Always Wanna Fly что-либо сделать. Ульту впилила Виверна в Always Wanna Fly. В итоге фраг команда Эмпайр здесь не заработала. Но потеряли, потеряли. Резолюшен на Лешраке, кстати, имеет 63% винрейв. Вот такая вот история. 63% каток с Лешраком от Резо заканчивались победой. Но при условии, опять же, что Бладстоун собирает у нас капитана команды Эмпайр. Ну, статистика, в общем-то, вполне логичная. Лешраки без Бладстоунов я такого, в принципе, не видел. Ну, только какие-то редкие индивидуумы могут себе такую вот наглость позволить. Понятное дело, что для Лешрака это мейн-артефакт, и без него, собственно, делать на карте нечего. У нас Резолюшен через Бутсов Тревел решил качаться. Собирает себе Тревела, Бладстоуни, 7 зарядов. Ну, наверное, до поры до времени. Эмпайр, в общем-то, по голде выигрывает уже за десятку, по экспириенсу 7500 в пользу российского коллектива. Сайлент прыгает у нас на Матумба Мэна, ну и здесь куча станов. Просто огромное количество из них не выходит Сайлент. Валекс пытается у нас уйти хотя бы через Артик Бёрн. Ничего вообще не удается. В итоге команда Эмпайр забирает двух героев, и Тауэр на мидлейне начинает трещать. Ну и посмотрите на топ. Здесь ситуация благоприятная для того, чтобы на топ лейн отправиться сразу же. Я думаю, на мидлейн можно и забить. До 20-й минуты заходить на хайграунд. Вещь не самая умная, и ни одна команда доказала это. Причем негативным примером, что лучше бы мы попробовали попозже. Вдруг сейчас не то время. 13 кусков выигрывает Эмпайр по золоту, по экспириенсу 8 тоже для них. Но и они перемещаются на топ лейн. Слушают как будто, да? 20 минут сыграно. Ну, по голоде, конечно, отрыв просто чокнутый. Да, это все легко отыграть. Все это в современной доте не такие уж и большие цифры, но для этого надо убивать. Команда Эмпайр имеет настолько плотных героев, которые сейчас уже сформировались вот просто в неких монстров. Рейс Кинг, например, с Армлетом и Блэйд Мейлом у меня здесь, на комментаторском месте, ужас вызывает. Я бы не стал с ним бороться, и... Команда Эмпайр, я думаю, прекрасно это понимает, поэтому у нас Рейс Кинг в центре всех замесок. У него уже есть даги. Сайнет у нас не просто сильный, но при этом еще и агрессивный. Йоку видит сразу же двоих игроков на Рошане Матумба Мэн. Ты же Керри, куда ты пришел? Просто сливается Матумба Мэн. Немфи точно так же отправляется в Тавиер. Ну и просто разваливается у нас еще и Валикс на хайграунде. Минус 4 делает команда Эмпайр. Они забирают Рошана. Эйджис поднимает Лешрак, и там по Бладстоуну все уже в порядке. У Резолюшена 12 зарядов есть в Бладстоуне. Шива будет через 300 голды. Ну, это, конечно, крах команды Фрэнкристен Си Кэптон. Тут вариантов каких-то для камбэка я на самом деле не вижу. Слардар. Вроде бы Керри, вроде бы жесткий парень. Амплифайд дэмэдж это все очень серьезно и неприятно, но Слардар, заметьте, в файтах он просто не бьет. Сайлент прыгает у нас за буги. Отправляет поспать Трикси. Трикси еще у нас ловит и станут Резолюшена. Ну и Трикси отсюда не уходит. В это время буги расковыряли и точно так же в таверну отправляется у нас и Трикси. Сыр и Шейкер. В таверне Резолюшен еще и диаболиками допиливает здесь Тавр. Ну понемножку, по чуть-чуть. Сайлент просто не уходит отсюда. Он понял, насколько он сильнее команды Фрэнкерсен Си-Кэптен вместе взятой. Тут Рейскингу позволили оторваться и он сейчас отрывается уже в переносном смысле этого слова. Тут действительно в отрыв идет Сайлент. Король вечерины. 20 с лишним тысяч по золоту. 15 по экспириенсу. Просто прыгает на хайграунд. Просто сюда подошел. Развалить, конечно, можно. Но, во-первых, я уже неоднократно видел, как у нас тут Сайлент с Армлетом работает. Ну, связали Сайлента. Надо сейвить. Надо сейвить. Найтмэр бросает в него Лисон Аплай. Сайлент врубает Блэйд Мэйл. Пока что через Армлет начинает Сайлент организовывать атаку. Команда Эмпайр. Ну, зацепили. У нас Буги-Буги отправляется в Таверну. А Тумба Мэн на лох-эпэшного Сайлента не может напасть, потому что... Потому что страшно. И можно его понять. Сайлент после Реинкарнэйшн поднимается Йоку на лох-эпэк. Где, кстати, куда ты делся, Сайлент? Сайлент у нас отпрыгивает. Улов Реплика стоит. Йоку под Амплифай Дэмэджем. Туда не врывается. И, скорее всего, не стоит туда врываться. У Йоку, кстати, Кримзон Гвард вот-вот уже на подходе. Есть Баклер, есть... Есть Баклер, есть Вангвард. И до рецепта копейки остаются у нас офлэйнеры. Эмпайр в итоге на 23-й минуте зашли на ХГ. Забрали на Мидлейне Рейнжевой Барак. Забрали Т3. И спокойненько отходят. Перевести дух, подлечить нервишки, если они вообще в принципе были. Так смотришь, вроде все на абсолютной спокухе. Ну и Резолюшн по фарму. Посмотрите, какие чокнутые показатели. 16 тысяч у Резолюшена и ближайший его преследователь Мидлейнер, который стоял против него, это Немфи. 6300. То есть почти в 3 раза на 23-й минуте Резолюшен перефармливает у нас мидера команды Франкерсен Си Кэптон. Но это просто страх. Это страх. И... Команда Франкерсен Си Кэптон, если бы видела, я думаю, сейчас бы закончила. Ну, понятное дело, что кто-то где-то что-то смотрит, инфу им дают, стримы все смотрят. Да, с двухминутным опозданием. Не так, чтобы палить, но примерно по ним. Я думаю, команда Франкерсен Си Кэптона и без этого понимает, насколько сильно они отстают. У Рейскинга уже есть рецепт на Керасу, остается Сайленту всего ничего. Тут где-то 600-700 голды до появления Керасы. Это где-то минутик 26-ой, наверное, будет Кераса у Сайлента. Все, осталось просто... Ну, не на чейнмейл, теперь уже на плейдмейл осталось. На плейдмейл осталось 500 копеек. Через 500 копеек у него будет Кераса, Мордиган, Даггер, Блэйдмейл, ПТ и Мэджик Вант, которые я бы тоже считал, это действительно показатель. Ну, с другой стороны у нас и Лешрак есть, у которого уже есть Солд Бустер и Акторин Корр Резолюшн она подходит. Наверное, самый быстрый фарм, который я вообще видел на Лешраке. В общем-то, это Атомная Война, это Лешрак, безусловно, и сам по себе он неплохо фармит и легко ему фармить, и на линии несложно стоять, но с такой скоростью я, конечно, не видел фарма от Резолюшна. Ну и по голде, посмотрите, что с Резолюшном. 720 гпм за 24 минуты. Команда Фрэнкерсен Си Кептон просто в рекордсмену у нас выводит Тим Эмпайр, как я понимаю. 700 с копейками гпм. 24 минуты, ну, я не знаю, у меня какие-то эпитеты по этому поводу нет смысла. Тут цифры действительно говорят сами за себя. Резолюшн просто на фоне остальных ребят миллионер вообще. 206 крипов по фрагам 13-3, ну, вся команда Эмпайр даже столько не заработала, сколько у нас Резолюшн заработала. Кстати, давайте математический эксперимент проведем. 17,5 Резолюшн. Ну да, здесь, конечно, перезаработали. А вот по команде Фрэнкерсен Си Кептон так, 12-13, плюс 6-19 и 5, ну, на 6000 больше заработала команда Фрэнкерсен Си Кептон, чем 1 Резолюшн. То есть, вместе с Сайлентом переформили весь коллектив Фрэнкерсен Си Кептон. Ну, здесь Йоку уже на хайграунде просто распиливает пополам Немфи вместе с Буги. Матумбамэ на лоу хп, старается файтиться, Айншелл, неприятно делает Олвэссен офлай, но не критично. В итоге, команда Эмпайр забирает четверых, уходит у нас Стрикси на хайграунд и это ГГ 27-9. 26 минут понадобилось команде Эмпайр, чтобы развалить своих оппонентов. Фрэнкеры ставили, и в частности Пинакл Е-спорт, ставили коэффициент 5-21 на победу Эмпайр. Я подумал, это что, шутка? Это почему, почему вроде финал Винеров, вроде у нас серьезные команды, клевера даже меньше коэффициент имели. Вот, но здесь вообще не верили. В якорей сейчас, в общем-то, может быть и понятно все это стало. Ну, давайте по деталям разберемся. Команда Фрэнкерсон Си Кэптон, что тут нафармило и кто вообще хоть что-то нафармил. Матумба Мэн ничего так, молочиком держался, 290 гпм, прекрасно, на фоне резолюшна 738, не очень смотрится, на фоне Сайвента 580 тоже не очень, но с другой стороны хоть как-то осмотрелся. Посмотрите на беднягу Буги, у него то есть стоять на базе, ничего не делать, примерно такой же гпм. Ну что, Эмпайр одерживает победу в первом матче в формате Best of 3. Начало более чем многообещающее, все изначально удалось и посмотрим, смогут ли якоря чем-то ответить. У нас впереди минимум один матч, максимум два катка в формате Best of 3, поэтому ожидаем, у нас противостояние продолжается, далеко не расходитесь, я напомню еще раз, это студия игрокам ТВ при поддержке TeamEmpire, не забывайте подписываться на наш канал на Твиче и, конечно же, группа ВКонтакте, все ссылки у нас под окном трансляции. 2-3 минуты и увидимся на второй катке, далеко не расходитесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok